Слава Богу! Иосифе, как вы поменяли в Зокфее, братья подозревали о том, что трудно человеку оставить, но он есть умение. Я скажу, что человек, который в общении с Богом, ему не трудно ни много, ни мало. Много сегодня верующих, которые не у меня нели, сегодня они не имеют тысяч, сотни. Но я вспоминаю свидетельство одного человека, который сказал, что я не Бугат, но Бог сказал, Бог ему сказал, показал ему эту сторону, что, говорит, я зашел в дом, и я видел наш дом, и говорит, у меня была борьба, купить им одеяло, ватное одеяло, или не купить. Я, говорит, пожалел, это не было, потому что я не Бугат. Я, говорит, привязан к этому, я не мог, потому что у меня ничего не было личного. И, говорит, когда я лег спать, и я увидел, говорит, это не было сон. Я, говорит, поднялся, я, говорит, встал на колени, я каялся, я говорю, Господи, помоги дождаться утра и пойти мне это сделать. Но Бог сказал, ты не зернул, другой зернул, но это число за тобой, что тогда, когда я уже на сердце, тебе поражаю. Деревые сестры, я думаю, что сегодня было там подчеркнуто, напоминало то, что мы сегодня к чему-то привязаны. И сегодня я хочу подчеркнуто, что было сегодня, так же напоминало о смерти, и как брат Павел говорил, что сестра не боялась умирать. Я хочу сказать о том, что не ошибайтесь в том, что мы умираем. Где мы нашли, что крещенные Духом Святым умитые кровью Иисуса Христа со Христом умирают? Он сказал, что посадил, где? Скажи, на небесах умирает? А откуда мы взяли это? Что мы не боимся смерти? Те, кто не посажен, кто не во Христе и не со Христом, те боятся смерти. Живущие со Христом во Христе, во Христе. Сегодня, как Христос сказал, много живут и говорят о мне и со мною, но не во мне, и я не у них. Это для больших разниц. Живущие во Христе, Иисусом Христом, они не умирают, они переходят. Они переходят. Они никогда не умирают. Они воспрестят для новых жизней, одно для жизни. Они не умирают. Умирают, я зачитаю, кто умирает, чтобы вы знали, кто умирает. А живущие по плоти, о плотском помечляют, а живущие по духу, о духовном. Помечления плотские суть смерти. Вот это. А помечления духовные жизни мир. Потому что плотские помечления суть вражда против Бога. И Бозы. Закону Божию не покарают и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Хорошо. И знаете, когда братья говорят это слово, и Бог вам показывает эту сторону. Мы говорим о великих. Тот человек говорил о том, сегодня многие могут говорить, что они имели, не дали. И чем они жили, как они жили. А давайте мы проверим каждую личность себя. Каждую личность себя. Я обращаюсь сегодня первую очередь главам семейства. Постоянка нашей церкви. А как у меня сегодня? Здесь будет помечления плотские суть смерти. Вражда против Бога. И поэтому не могут угодить Богу. Ибо вы не по плоти живете, а по духу. Если только дух Божий живет в вас. А кто духа Христова не имеет, то и не его. Два у меня. Я не буду говорить вне этого знания. Я буду говорить, кто сидит здесь. Я вместе с вами. Хорошо. Скажите. Отцы. Матери. Я обращаюсь в главном семействе. А как у нас? Наша прореза. И не думайте, что просто от первого проповедника и сейчас до последнего и шла протянутая нить Духа Святого. Это тема. Мне сегодня другая тема говорит. Но Господь сказал, ты должен это сегодня подчеркнуть. Потому что это и есть причина негутомности достойного участия. Ни отдельные ли нас сегодня кошельки? Считать. Это деньги жены, это деньги мужа. Если это есть, то вы не познали Бога. Вы плоские, а это смерть. И не напрасно сегодня Дух Святой поднял эту тему. Это вражда с Богом. Это не мир с Богом. Это не единство с Богом. Если жена, или она просит, или говорит, или там, ты видишь нужду. Но мы стали, мы думаем, что мы экономисты. Нет. Мы плоские люди во вражде с Богом. Мы плоские люди во вражде с Богом. И знаете, мы так вчера вечером немножко беседовали. И мне стало, почему сегодня, как я услышал эту тему, я думаю, ну, вчера только были эти братья, которые подчеркнули именно о этом. Они не были вчера, вчерашняя наша беседа. И наша была чуть-чуть беседа за проводу о небе, о личной жизни. И когда я увидел одного хорошего брата, хорошего брата, я считал его примерной семьей нет. Казалось бы, хороший брат, в церкви всегда спокоен, проповедует, любящий Господа, молитвенник. И он оказался до суда. Я вчера говорил, что Христос показал мне и сказал, брати на это внимание. Что эти люди, это наши братья и сестры, которые были с нами. Они там поднимают руки, им не тяжелые руки, а мы уморимся, не можем даже там так стоить. Даже руки не поднимают, как оловом на литве, не поднимают. Почему не поднимают? Руки вызывают чистые, без гнева и без сомнения. Так написано. А вот если этого нет, только они не поднимаются. Они не поднимаются. Есть гнев, есть неверие, есть сомнения. Есть. Поэтому руки не могут поднять. Нужно каяться. Нужно каяться. Там, где руки без гнева и сомнения, ты их не удержишь. Они воспрядущие вам Бога. Они, они, ты кровь, ярца. Они чистые. Они простираются. И на эти руки сходят и на весом. Это, слава Божие, она исходит. Она будет капать, капать, как красава. И вот здесь, эти люди молятся с поднятыми руками, кричат. И Христос говорит, обрати внимание, это года, десятилетия, тысячелетия. Они здесь молятся. Их руки не опускаются. Если вы видели, как они кричат, плачут о помиловании. Но Христос говорит, обрати внимание, что эта молитва им ничего не дадут. Эти славы им ничего не дадут. Никакой амнистии и помилования уже здесь нет. Дела идут вслед за ним. Там нет. И вот если бы сегодня, как Христос сказал, народ знал, какое время дадут, а вскоро в гряду за церковью. То, а так бы церкви должны взывать, и так бы молились, не опуская руки, день и ночь. О освящении, о приготовлении, о ко встрече со Христом. А у нас некогда. Мы стали белори, мы стали заняты. Нам некогда. Утром и вечером помолился, это достаточно. Живущие по плоти, а плотском поможлялись. И живущие по плоти угодить Богу никак не могут, потому что они враждец Бога. Так написано. Потому что плотские помещения суть вражда против Бога. Никак. И вот если бы, когда я стал за этим братом, когда я увидел этого брата, и говорю, Господи, а он почему здесь? Он говорит, а ты послушаешь, зачем он попался? Я говорю, Господи, я видел, нуждаясь, а не надо. И я видел, когда надо было в моей семье, 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 в моей семье. И за меня, что я жадный. Тогда, когда дети хотели бы на столе Мать ту пищу, ту фрукту Я экономил, экономил И говорят, я собрал деньги, но я ими не пользовался А сегодня жду суда Что пользы? Что пользы? Плотские помешления Вражда с Богом Отцы Не просто Дух Святой затронул на эту тему Покайтесь, примиритесь с Богом И освободитесь от жадности Освободитесь Ваши жены, ваши дети Пусть видят ваше щедро благословение Духовное и земное Не думайте, что это иссякнет, нет Нет На то благословение придет И Бог воздаст А никогда не забуду Когда Господь сказал Что пользы Когда люди собирают И показал, что это показало наяву Реально, не то, что просто сказал Что благословенный Бог в рубль Не докажет Десятки тысяч без благословения Это да Алиска с пальцем уходит Но то, что Божье благословение Ты будешь брать Это будет благословение И Бог знает Откуда И как пополнить И он как там плачет Он плачет там поюлью Он накричит от своих сыновьях Когда они просили Папа, дай Я хочу купить одежду Мне нужно на это деньги Помоги мне, папа, помоги Сам работай Сам думай И отдал бы сегодня все Но если бы я мог возвратиться назад Да, улы Там только руки поднятые Гадамый кричит А Бог говорит Но комиссии здесь нет Помощи, помилования здесь нет Поймите Дух Святой сегодня коснулся Наших сердец Мы его Задумаемся Я помню также Одного брата, который говорил Когда он сказал Богу Когда у всех там Гинулись свинья Не оставало Болезни Он Богу тогда сказал Вот если этот будет жив И я отдам половину Отдам Вот той вдове И пришел к ней Когда пришлось его закануть И он говорит Как, как И минуту она приходит Позыч мне кусочек А он-то знает Что он говорит Богу И вот он начал Резать И нож ставить так много Меньше Меньше Ты хочешь так Говорит Забирайся Это твое Просто она не хочет Говорит Что я дам Забирайся Догие братья и сестры Как часто мы Сегодня уподобляемся Этим людям Которые живут По-плоцкому Я Не думал сегодня Об этом Даже гонолитно Это тема сегодняшняя Что братья Гаврили Она подчеркнула том А если Христос у вас То телом легкого И далека Но дух жив Для праведности Если же Дух того Кто воскресил Из мертвых Иисус живет в вас То воскресился Христа Из мертвых Живи Ваши Смертные тела Духом Своим Живущим в вас Итак Братья мои Братья Мы не нужны Кипнули Чтобы жить По-плотью Ибо если Жирете по плоти То в гроте А если Духом вы Вышляете Дела плотские То живите Ибо все Вынимые Духом Божьим Суны Сыны И дочери Божьи Потому что Вы не приняли Духовя В стуше И отжили В страхе Но вы приняли Духово Славление Которое Называем Ава Общита Этот Самый Дух Свидетельствует Духу Нашему Что Мы Дети Божьим А если Дети То и Наследники А если Наследники Божьих С наследниками Христовом Если Только С Ним Страдаем Что Без Ним И Пославиться И Думаю Что Нынешнее Время Страдания Ничего Не Стоит Стоит Славы Которая Откроется Нас Девы Сестра Это Священное Писание Павел Муж Божий Написал То Не Из Головей Не Из Разума А то Что Открыл Бог То Что Открыл Бог И Знаете Когда Читаешь Послание Когда Пишут Мужьям Божьи Об этом И Вот Здесь Павел Подчеркивает И Думаю Что Нынешнее Время Ни Страдания Ничего Не Стоит 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 Слава Которая Откроется В Нас Здесь Водисевская Здесь Я Немножко Стараюсь Чтобы Мы Задумались Как Слава Божьей Открылась Во мне Слава Божьей Открылась Во мне Мы Слышали Сегодня От Замхея Он Сказал Я Раздам Я Раздам Я Говорю Сегодня О Раздаче Наших Имений Наших Финансов Я Говорю Сегодня О Моем Сердце Сын Мой Отдай Сердце Мне Давайте Мы Не будем Сегодня Брать Финансы Давайте Возьмем В сердце Я Отдал Его Господу Если Я Отдал Господу То Моему Ничего Причина В том Что Мы Сердце Не отдали Богу И Он Не Воседает Во мне И Я В нем И Он Посадил На Немесах Вот Почему Мы Плотские Вот Почему Наши Помощрения Плотские Вот Почему Это Вражда Вот Почему Как я Читал Страх Отчаяние Почему Мы Не Вспоняем Слово Боже Я Сегодня Хочу Частично Я Можете Еще Возвращусь К этому Моменту Но Я Хочу Сьогодня Немножко Подчеркну Может Вы Уже Слышали Я Думаю Сегодня Говорить Приложение Книги Киева У вас Не Знаю Почему Я Уже Говорил Эту Тему Я Думаю Что Профликты Уже Давно Я Частично Слушать Но Я Думаю Что И Мне И Вам Читают Послание Петра Вторая Глава Первое Послание Петра Вторая Глава Девятый Син Пятьдесят Но Вы Род Избранный Царственное Священство Народ Святые Люди Взяты Не Уделы Дабы Возвещать Совершенство Призвавшее Вас Из Смей Чудный Свой Свет Никогда Народ Аминь Народ Божий Никогда Непомилованный Аминь Пломилованный Девятый Син Я Девятый Син Сегодняшний День День Моин Вы Знаете Этот Син Он Меня Не Дает Покой Ни Днем Ни Ничего Я Читал Неоднократно Это Местописание Я Читал Его О То Что Здесь Написано В послании Петра Это Писал Муж Божий Но Слово Новый Род Избран Сегодня Было Обращение Духом Святым Я Скажу Правду От Буки Жадности Скудости Это Не Просто Было Зачто Зазакея Это Не Просто Было О Духе Страх Сегодня О Смерти Потому Что Мы Все Живем На этой Земле И Говорят Придет Гося Скосой Найдите Мне Все Шил Писание Где Написано О Гося Скосой О Холодной Кослявой Руке Где Это Написано И Знаете То Что Я Читал Что Нынешние Времени Страдания Ничего А Абсолютно Смотрите Здесь Господь Просто Делает Для Меня И Каждого Из Нас Сегодня Это Такое Чудное Утешение Но Думаю Что Нынешние Времени Страдания Ничего Мне Стоят Сравнение С той Славой Которая Откроется У Нас У Вас Скажите Здесь Это Местописание Говорит Но Вы Род Избраны Это Местописание Подтверждает О том Что Мы Избраны И В Втором Месте Я не читаю Его Это Знаете Там Писано Что Рапучок Взятые Посаженные На Небеса Скажите Если Мы Посажены На Небеса Ну Такое Рубое Сравнение Человек Посажен Переселен Живет В Белом Дом Что Его Касается Мы Слышали Павел Подчеркнул Что Человек И Слуги И Преслуги Ахра Жалкие Люди Так Само В Белом Дом Наши Братья И Сестры Которые Посажены На Небесах А Митри Круг Акция Перешли Временной Вечной Жизни За То Что Мы Посажены На Небесах Эти Бури Эти Штормы Как Не Было Трудно Они Остались Верны Ему И Они Были Посажены На Небесах Как Здесь Я Говорил Написано Слово Божие Царственное Священство Заметьте Цари И Священники Новый Род Избран Если Избранные Мы Заметьте Что Здесь Говорят Вы Род Не Народ Не Племя Не Динаминация Не Национальность Род Род А почему Там Все Сказано Род Почему Не Народ Род От Семени Род Род Рожженные Свиши Рожженные Свиши От Семени Слова Божьего От Духа Святого Этот Род Избран Царственное Священство Народ Святый Люди Взятые Удив Они Не Свои Теперь Вопрос Если Избранный Род Почему Мы Так Не Заверяем Нему Почему Не Верим Нему Почему Мы Не Отдали Себя Почему Нас Касается Это У нас Действует Это Почему Мы Реагируем На Этому Мы Люди Воплот Нет Брадежност Да Все Воплот Но Мы Посаженные Мы Род Избранный Мы Не Народ Мы Не Национальность Мы Не Пятидесятники Мы Избранный Род Божий А Мы Пекровью Акция Посажена Небеса Взят Нему Дел Божий Не Свои Божий Род Избранный Это Не Тот Который Сегодня Особый Избранный Когда Я Смотрю Эти Окружающие Люди Когда Проезжаешь По Этим Штатам Смотрит По Цех Мак Жалко Жалко И Как Нужно Благодарить Бога Что Ты И Я Мы Попали В число Этих Избранных Дорожите Не Променяйте На эту Шелуху Не Променяйте На эту Милу Не Променяйте На эту Скудность На эту Жадность Не Променяйте Не Променяйте На эту Беспечие Не Променяйте Не Променяйте Род Избранный И Знаете Когда Я Считал Это Место Что Сравнение Никакого То есть Ничто По сравнению Павел Подчеркивает Это Временное Страдание Ничто Когда встретишься С этими людьми Как мы пели Солом И Слиться Содиться С пением С нашими Братьями Завернадом Эта Пись Это Пись Новая Пись Слав И Божьей Я Вчера Говорил Там Нет Слав Там Нет Переживаний Там Нет Вражды Там Нет Непониманий Там Нет Я Счастично Коснулся Я скажу Когда Я увидел Наши братья Сестер И Когда я увидел Нашу сестру Старицу Она там И столица Когда она Подошла С этой Поэту Люди Идусь Павел Верь Славить Бога Восклицать И я Узнаю Своих Они Подходят Я говорю Ты здесь Без Палочки Показывать Павел Верь Вот Меня Вместо Палочки Новое Тело Новая Жизнь Слава Иисусу И временное Страдание На земле С чем Нас Волгода Она Говорит Стоило Терпеть Не раз Белаясь Кур За духу Фай Не раз Толкли Не раз Топтали И достается Говорить Многим Кто Кто Заголись Кто Стал Род Избранный Смотришь На них Эти Избранные Там С этими Пальмониями Ведьми Слава Если избранный Депутат Или президент Страны Он живет В том месте Куда Его избрали Он не живет В своей доме И он до этого Жил Скажите А мне Избранные Почему Мы оставим Своих Понятиях Злядах Характером Мнения Убеждения Эгоизме Семьелюбии Жадности И так дальше Почему Почему Если мы Избранные Мы Понимаем Этого Что мы Даем Вызов Богу И Сатана Наказывает Христову Смотри Ты говоришь Что он Твой Она Твоя Какая Не верит Меня Слушает Что Скруто Поделает И так Поступает И так Живет И не Оставляет Своего Это Избран Это Он Избран Ты Вы Что Избрал Как Как Когда Нас Не Понимает Дух Нас Не Понимает Наши Дети Что Видите Что Знаете Когда На этой Днях Этой Неделю Я Был Он Очень Приятный Ко Мне Мой Внук Я Взял Его Мы Были С Нем Я С Нем Так Все Дни И Ночи Однажды С Нем Что То Было Блохо И Он Начал С Норм Ну Я Он Понялся Верва Второе Одежду Все Я Принес Миску Курки Чтобы Огни Друзья Зачем Молись Молись Иисусу Господи Прости Мой Разум Понимает Что Он Будет Еще Будет Все Не Верва Он Молись И Знаете Когда Помолились И Он Сказал Аминь Я Говорю Нет Все Меня Иисус Исцелил И Слава Богу Все Слава Видите Что Такое Избраны Взят Его Дело Не Свой Но Наши Кадами Свои Наши Мышления Работ Я Так Понимаю Я Так Видю Вот Это То Я Вижу Что Очень Далеко Очень Далеко Когда Господь Показывал Почему Родители Не Получают Своих Детей То Если Они Могут Прийти Или Не Пришли Ты Посмотри С Веру Он Видит Где Они Проблем Что Мы Видим Где Они Каком Болоте Какой Грозе И там Задумать Какая Дочь Очень Две Отступили И очень Сила И она Перестала И молиться Потому Что Опасила Смолилась Но эти Уже Пять Лет А результат Они Только Хуже И она Сказала Все А сила Тоже Принес Так Конечно Остав Вот Этого Ждался Более Почему Она Смотрела На Голны Она Смотрела Где В какой Разе Они И Насколько Они По Разе Если Она Была Посажена На Небесах И Оттуда Смотрела Она Видела Видела И Слышала Это Ухо Помазано Кровью Акция Что У Меня Ключи Ада И Смерти Последнее Слово Господа Нет Не В дьявола Власть А Сына Божия Слово За Ним Молитвы Не Напрасны Посты Не Напрасны Но Где Наша Вера И Вот Влати Вот И Вражда Суть Плоские Помышления Вражда Слово Не Думайте Что Плоские Помышления Это Только Такие Плохие Помышления Там Что Мы Можем Посмотреть На Женщины Это Это Плохое Да Это Само Собое Но Плоские Помышления И Вражда Это То Что Плоские Я Веру Я Веру Что Вы Знаете Когда Мне на днях Пришлось Одну Человек Дали Обрати На Ее Внимание Там Один Человек Описывает О Диком Племени Индейцев Диком И Когда Той Человек Пришел Туда Пять Лет Он Был Там Он Болел Он Мучился Его Заставляю Эту Пищу Есть И Он Нужно Было Это Делать Я Не Об Этому Хочу Сказать Я Хочу Сказать О Человеке Что Он Был Там Как Представитель Неба И Его Спросили Когда Он Изучил Язык Этот Они Его Спросили Его Хотели Они Не Раз Убить Но Бог Его Хранил Как Эти Стрелы Попадали Его Тело Ранил Тело Гнило Температура Никакой Медицинской Помощи И Бог Ему Сказал Для Того Чтобы Понять Муравьев Надо Стать Муравьев Для Того Чтобы Понять Тебя Я Пришел На Землю И Принял Убит Как Человек Чтобы Понять Тебя Для Потому Что И Понять И Довести Слово Истину Этим Людям Ты Должен Стать Так Как Они Тебя И И Сто Что Они Это Было Весьма Трудно Но Вы Знаете Когда Он Молился И Пушил Пищу Он Слышал Совершенно Другой Пус Это Делал Бог Это Делал Бог И Вот Здесь Очень Трудно То Что Он Сказал И Он Говорит Когда Дедому Господи Как Им Сказать Начать Убор Как И Вот Когда Они Стали Молиться То Есть Заболел Один Человек Он Упал Они Добывали Обезьяна Чтобы И Кушать И Он Упал И Он Молится За Этого Человека И Знаете Когда Они Молились Бог И Силю Этого Человека И Эти люди Начали Его Спрашивать Что Это Боя Они По Дороге И Они Говорили Что Мы Обмануты Богом Мы Обмануты Богом Как Обманут Мы И И Шли За Ним Он Нас Оставил И Бросил Бог Так Не Бросает Бог Он Начал Им Рассказывать Один Единственный Человек Он Принял И Сказал Я хочу Пойти Где-то Дорога До Него Чтобы Мне Дальше Дойти С Ним Поговорить Я Ему Показал Как Это Через Несколько Дней Он Ушел В Джунгли И Нет Его Неделя Нет Вторая Кто Он Гуляется В Лицо Сия Я Говорит Я Дошел Дорогу Я Говорилось Иисусу Это Был Измененный Человек Это Был Измененный Человек Когда Это Узнали Кремня Пришел Старший Вожак И Он Пришел Туда Чтобы Услышать Это Увидеть Это И Собрались Стар И Этот Вожак Захотел С ним Петь Свою Их Петь Но Этот Человек Который Средством Христом Не Мог Петь Он Начал Петь То Что Бог Дал И Этот Пожак Племени Их Он Начал Петь За Ним И Так Бог Коснулся Этого Племени И Бог Тогда В Эту Книгу Так Просмотрел И Знаете Когда Бог Ходит Смотреть Если Он Был Не Посажен На Небесах Он Был Не Смог Передать Если Мы Не Будем Посажены Небесах Наши Дети Наши Суседы Не Будут Видеть Наш Раз Небес И Будем Такие Как И Они Знаете Бог Показал Неоднократно Проблема Сегодня Церквах Христианах Какая Самая Большая Проблема Что Кром Совета Уничиж Ну Ничем Поймите Меня О чем Я говорю И Господь Сказал Почему Почему Сегодня Много Много Верующих Находится В болице И Вообще Я Не Создал Больницу Дьявол Создал Для Разрушения Веры Я Я Сказал Что Я Взял Ваши Немущие Болезни На Себя Если Я Взял То Скажи Я Взял Для Некоторых Или Некоторых Или Взял Частично Я Взял Тех Кто Пришел Ко Мне Кто Отдал Себя Кто Избран И Перешел Жить Посажен На Небеса Тот Пользуется На Земле Небесной Силой Небесной Властью Небесным Здоровьем Небесным Благословением Небесным Благополучием Кто Посажен Избран Они Посажены Они Нездешние Жители Они Граждане Небесные 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 И он Мне показал Ай Смотри Себя И Знаете Стыдно Когда Избран Посажены Небеса Ели За Рулем Прошли Года И Когда Меня Подрезала Машина И Я Сказал Тогда Мне Жена Радом Сидела И Сказала Что Ты Говоришь Зачем Ты Сказал Я Что Провал Сама Купил Не Умея Я Научу Обогнал По Тормозам Я Научу Как Езжи Это Представитель Неба Так Есть Ты Винов И День Суда Препятствую Депорт Я Судит Назвал Его Этого Человека Тупого Зачем Зачем Это Делаешь Ты Не Должен Благослови Господи Спаси Ту Душу Он Делает Зло Благослови Его Дай Ему Позна Тебя Почему Царство Непоколебимо На Тебя Посажено Небесах И Ты Царственное Священство Ты В этом Царстве На Тебя Не Будет Действовать Это Царство Сильные Зла Это Царство Любви Это Царство Мира Богоя Это Царство Ты Там И Ты Посажен Там Почему Он Тебя Так Касается Тебя Не Понимают Тебя Не Понимают Можи Братья Сестры Сосед И Церков Да Пусть Но Тебя Оно Не Должно Коснуться Посажен На Небесах Царственное Священство Царство Но Не Коснется Но Так Как Ты Веришь В Это Ты И 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 Дорогие И Братья И Сестры Давайте Мы Сегодня За тобой Сладая Семь Кто Мы Сегодня Прежде Чем Протянуть Руку К Тебе И Тебе Сво Христа У нас Будет Молитва У У нас Брать Молитва Первая О Освящении Еще О Том Что Господь Очистил И Освободил От Дух Обеспечил Ровнодушие Неверие Мы Сошли Еще Другие Что Я Уже Говорил Раньше Мы В Поэтому Если Мы Сегодня Видим Что Говорит Новый Род Избранный Догие Мои Братья И Сестры Избранный Не на Пят Лет Не на Десять Не на Треть На Вечность На Вечность Почему Мы Живем Как будто За нас Забыл Христос Как будто Он Очень Занят Ему Некогда Обратить Внимание На Тебя На Твую Нужду На Твою Проблему Как Будто Твоего Дома Дома Не Видеть Бог Не Знает Этих Переживаний Этих Слез Как Будто Он Этого Не Знает Ему Некогда Он Очень Занят Нет Нет Абсолютно Нет Абсолютно Нет Если Мы Наши Взоры Были Поняты И Мы Увидели Чем Сына Я И Сына Чем Един Чем Един Я Вспоминаю Словах Христа Который Сказал Если Наши Взоры Были Всегда На Бог То Вы Преображали Славу Господню Не Преображали Вы Славу Боже Люди Его Но К сожалению Наши Взоры Не На Него Не Него Гол Другие Другие Я Хотел бы Чтобы Сегодня Для меня И Для Тебя Оставалось Основание Сегодняшнее Слово Но Верой Избави Царственное Сушество Моцин И Говорит Сын Моя Дочь Моя Чему Ты Принял Так Это Близко К Сердцу Зачем Прежде Чем Ты Это Получил Не Первый Получил Первый Получил Вы Знаете Я Не Знаю Я Думал Сказать О Одно Сестре Линия Друг Се Твое Господь Сегодня Понимает Что Мы Семья Должны Горжить Брат Брат Сестра Сестре Друг Другу И Знаете Этот Могат И Не Могу Забыть Помните Что Мне Трудно Об Этому Говорит Мне Очень Трудно Когда Вчера Начал Я Не Мог Спать Я Плакал Господи Как Трудно Жить На Земле Как Трудно Привыкнуть Как Трудно Согласиться Всем Что Еще Ты Должен Бы Здесь Всем Что Жидает На Ставы И Прусба Это Нашей Сестре И Она Сказала Поэтому Хочу Сказать Что Вы Все Были Нематерные Но Сестренины Мы Передаем Пусть Больше Взор Будет Ее На Христа А Не На Павла То Он Пестрее Берет Чем Больше Будем Смотреть На Их Тем Больше Будем Смотреть Нас Чем Больше Мы Смотрим На Наши Проблем И На Наши Нужные Тем Больше Мы Бираем Веру И Она Говорит Я Так Терпенно Не Знала Теперь Образумела Если Будь Возвратиться Назад На Землю Я Будь Рассказала То Сколько Я Сделала Ошиба В том Что Я Смотрела На Людей На Все Обстоятельства Куда Окружали Меня Это Так Было А Где Твои А Что С Твоими Осмотри Что С Твоими Осмотри Что С Близкими Осмотри Что С Родными Осмотри Ты Молишь Никакого Ответа Потому Что Я Смотрел Что Недалеки От Господа Они Они Не Могут Прийти Они Не Могут Отдать Зачем Их Дьявол Держит Но Бог Сказал Если Ты Просила И Смотрела На Меня Они Давно Раслужили Мне Но Так Как Ты Смотрела Как Они Какого Они Состояния И Просила Но Молитвы Не Прошла Не Напрасно Я Знаю Что Бог Спасел Но И Могут И Раньше Это Делать Чтобы Еще Мои Глаза И Не Себе Е Е Е Е Е Я Видела И Знаете Для Меня Это Было Как Я Вам Скажу Большим И Очень Трое Тело Как Открытие То Что Действительно Так Что Мы Смотрим Как Они Далеко Как Они Хлоп А Посмотрите Вы Избраны Вы 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 На Небесах Вы Граждане Небо И Павел Сказал Если Ты Хочешь Чтобы Тебя Понимали На Земле То Ты Здесь Не Будешь Понимаете Христос Христос Сказал Меня Гнали Будем Гнать И Что Христа Гнали За То Что Понимали За То Что Не Понимали Запомните Что Если Мы Хотим Служить Господу Мы Будем Гнили И Я Сказал Павел Но Ты Пережил Ты Был На Той Земле Скажи Может Ли Быть На Земле Жизнь Спокойно Служить Господу И Я Так Улыбнулся Посмотрел На Меня И Говорит Ну Если Ты Хочешь Оказаться Семьи Кто Только Увидел С Погнутыми Руками Туда Вот Только Ты Здесь Не Будешь Жизнь Христос Постоян Борьба Постоян Борьба Если Мы Хотим Жить Спокойно В Доме Хорошо Семья Хорошо Дом Машины Здоровье Благополучие Авторитет Дружба Слава Знаете Это Очень Трудно Говорить О том Что Бог Сказал Показал Смотри Что Делается Сегодня Когда Эти Люди Отступившие От Истинны Поведут Людей Сами Идут В ад И Людей Это Страшно Это Страшно Если Прошлый Раз Я Луф И Он Показал Мне Церковь Состояние Церквей То Сегодня Намного Ужас Стрел И Намного Меньше Будов И Христос Заскорбел Сказал А Если Народу Сына Сколько Осталось Им Они Вопияли День И День Как Те Сегодня Укрыти День Суда Но Это Отнято Потому Что Дух Беспечия Верной Души Расслужили Некогда У вас Есть Другой Делай Приобретай Делай До Сыграй Не Молись Вдумай Давайте Мы Оставим Все Нам Нужен Сегодня Иисус И Сказать Ему Правду Иисус Ты Меня Избрал Оцени Эти Слов Ты Меня Избрал Чем Лучше Тысячи Миллионов Людей Которые Не Пошли Попали В число Избрав А я Моя Семья Попали И Сегодня Я От Этой Обиди Раскидаю И Теряю Все От Духа Обиди От Духа Непрощения А я Все Тераю Меня Не Понимают Меня Не Уважают Само Не Считаются Я Тераю Тераю Павел Сказал Нелегко Голову Дать На От Сечения Без Господа Невозможно Но В сравнении С тем Что Сегодня Последнее Время Накануне Пришествия Сына Божьего Тем Кто Стоит В проломе Сусуды Молитвенники Служителя Проповедники Которые Говорят Истину И Вроде Больше Будет Награда Чем Те Которые Будет Отдали Свою Говорю Еще Больше На что Что Они Не Сломались Не Согласились Не Умолчали Не Упустили Руки Не Отступили Не Поддались Родные Отказались Близкие Отказались Друзья Отказались Многие Отвернутся Тебя Но Бог Остается Бог Он Тебе И С тобой За Это Ты Получишь Там И Ты Сказ Стоило Стоило Дорогие Братья И Сестры И Павел Мне Сказал Ты Обижаешь Что Тебя Много Друзей Оставили Друзья Родные Понимают Родственники Там Братья Двои родные Твои родные Поставляли Не хотят С тобой Знать Потому Что Ты Такой Окаянный Грешник И Павел Посмотри Вот В спальне Вот Вот Они Твои Братья И Сестры Вот Они Они Тоже Прошли Этот Все Надеют И Скажи Передай На земле Моим Братьям И Сестрам Стоит Стоит Оставаться Там Куда Избраны Оставаться В том Месте Где Поставил Тебя Иисус Не Сходи Не Переходи До черты Не Выходи За эту Черту Не Выходи За укрытие Помазания Крови Арца Обетования Божьего Слова Божьего Стоит Он Жив Он Реален Он Видит Он Слышит Он Не Изменен Придет Ответ Придет Помог Придет Благословенный Мой Идарь На земле Но там Увидишь Когда за тобой Придет Господь С косой Но Он Идарь Стица Ангелы И Сын Божий Во славе Аминь Войди Благословенный Войди Благословенный Войди Несшее Несшее Поношение Насмешки От тебя Отказались Но я не отказался Я не отказался Войди Для тебя Мы живем На земле Где Есть Время И Время Строх Движется Ну и знаете Я вспомнил Я вчера говорил Когда мы так беседовали Это было Прекрасное место Это не Присумы Красота И аромат Вы знаете Когда я дышал Я говорил О Павел Если бы ты сегодня Пришел на землю Я не знаю Смог Или ты там быть Он так улыбался Я понимаю О чем ты говоришь Потому что Здесь нет зла Здесь нет зла Мир Радость Благословенная Мы сидим Мы рассуждаем Мы ходим Радость 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 Слов Одна Радость 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 Когда он сказал Вот придет Скорый час Когда Вы от земли Поднимитесь И вот Будем встречать Возвращение Радость Вот почему Он сказал Что верующие Не умирают Не умирают Они не умирают Если вы слышали То что там Гроби откроется Будет подниматься Братья и сестры Теперь А митрик Крови со Христа С гробов Не будут уходить А митрик Там нет На небесах Так написано Это идет Другая тема По других Вверх По церквам И к рукам Подниматься Не будут Она от нас На небесах Она будет стоять От земли Только будут Подниматься Те Кто в живых Готовы Посажены В деле Броша Какой у меня Сегодня Вы делаете Мне хочется Сегодня Коснуться Я буду Заканчивать Постараюсь Избрание Я досну Светлого завета Я не буду Читаться Недостатка Время Я счастливо Напомню Но всем Знанием Причем Я говорю Род избран Царственное Священство Царей Священники Вы знаете Когда Первый Священник Если Священник Избирался Богом То там Было Особное Указание Боже Моисея Я хочу Я вам В этот момент Сказал Господь Моисея Весюю Истерию Это Книга Восьмая Глава Книга Любит Возьми Ароны И сыновей Его С ним Ароны И сыновей Его С ним Ясно Ароны И сыновей Его С ним И Господь Говорит А ты знаешь Почему Сыновья Были С вороном А почему И почему То Из тысячи Людей Усмотрен Арон 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 Зел Так Что Сыновья Видели Жизнь Арона И не могли Оставить Отца Жизнь Отца Была Такой Что Родители То есть Дети Не могли Пойти Против Против Валяться Они Видели Что С ним Бог Другие Другие Я не буду Сегодня Другая Тема Родителей И Детях Они Будут Сегодня Другие Больдов Что Коснуться Если Мы Присутствие Божьей И С Богом Наши Дети Будут С нами И Они Будут Исключили Но Когда Мы Не Посажены На Небесах Когда Мы Не Будели А В Другом Будем Смотри Если Арон Был Где-то Другой Миссии Если Арон Сказал Что Если Мои Сейчас Родом Нет Он Ничем То Зарит И Своим А Почему Почему Не Ты Отец Вместе С С А Пусть Он И Самостоятельно Жил Вот Как И Сегодня Мир Родители Ну Арон Не Такой Был Папа Папа Был Так Что Он Любил Так Своих Сыновей Что Он Так Ложил Сво Сердце Туда Что Они Были В Его Сердце И Они Видели Это Это Любовь Это К Внимание Это Единство Это Монолит Они Не Могли От 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 Он Не Сказал Как Сегодня Модно Самостоятельно Живешь Сам Нет Он Был И Бог Смотрел Что Он Такой Не Нужен Священник Священники Домашних Церпей Возьми Его И Сыновей И Одежды И Помазания И Тельсальной Жертвы За Грех И Двух Он Дает Речь О Э Заметь Возьми Сыновей Орона Сыновей И Одежды И Одежды Что И Хороший Орон Заказывал Или Моисей Заказывал Заметьте Их не Заказывал Моисей И Орона Откуда Взял Одежды Моисей Библия Об этом Молчить Но Если Бог Указывает То Божий Дает Напомните Это И Эта Одежда Которая Дана Была Моисею Моисею Для Орона Она Не Вшивалась Не Увеличивалась Не Удлиналась А Избирались Богом Священники Под одежду Орона Который Бог Священник Соответствовал Этому Одежда Это Не Былась Она Была Сделана Не Руками Просто Она Была Дела Это Было Дело Божие И После Этого Когда Священники Избирались Как Была Одежда Господи Что Это Сегодня Бог Говорит Одежда Правильности Сегодняшние Отступники Что Библейские Институты И Что Мажут Выпускают Дают Им Корочки Пастора Епоскопа Бакалавры И Так Дальше Магистры Этого Нет Библии Так Была Одежда Правильности Так Была Одежда Данная Богом Размер Богом Дан Избраны Взят И Удел Одежда Та Ж Самоправильность Град Виктор Сегодня Подчеркнул О том Было Помните Ударение Что Ветхозавет Был Таков Но Для Нас Еще Больше Спрос Тогда Если Сделал А тут Если Посмотрел С Возжалением Уже Греб Почему Казалось Бибольше Да Нет А тут Просто Идет Что Кого Не имел В законе Народ Что Имеем И Из-за Них Не было Пролита Кров Сына Божьего Как За Меня За Тебя Заплашена Цена Одна Жизнь Поэтому Я Уже Не Свой Поймите Это Идет Речь Что Я Не Свой Я Не Свой Я Посажен Я Взятый За Меня Заплашена Цена Я Куплен Дорого Вот Когда Он Призял Эта одежда Пришел Из Этой одежды С чего Было Шито Как Я Не Читаю Я Хочу Только Сказали Подчихнуть Только В Некоторые Моменты Когда Заколол Жертву И Господь Сказал Возьми Ламаж Право И Ухо Жертвы Правый Палец Руки И Ноги Казалось бы Это смешно Зачем Но Боже Прямо Сын Это Преобраз Тебя И для Меня И для Тебя Что Если Мы Сегодня Это В Этой Самой Главе 23 Сих Там Где-то Пальцы Помазали И Вот Когда Он Это Делал Он Погадал Чтобы Это Ухо Помазанное Из Жертвенника Могло Слышать Только Голос Божий Не Голос Шептавшего Раня Не Голос Того Кто Сегодня Многие Отвечают Люди Опускают Руки Понише Голами Было Сказано Мы Переехали Мы Поменяли Место Жительства По Откровению А Умин Обманули Почему Если Это Ухо Помазанное Кровью Акция На Знание Голос Божий И Никогда Не Перепутаешь С поделкой С Чуждым Дерзающим Лукавим Лгуном Никогда Ибо Ты С Это Не Говорится О том Которое Мы Имеем Ввиду Мы Потерь Это Значит Я Не Принимаю Информации Я Не Осуждаю Я Не Перещу Я Не Думаю Не Разговариваю Не Обсуждаю Потерь Это Заниматься Разговорами Ненужными Осуждениями Пересудами Перед Всеми Этими То есть Ты Издаешь Это Зловоние Исходит Священник Не Тоже Это Ухо Помазано А ты Знаешь Как Нина Живет А ты Знаешь Как Иван Живет Как Виктор Живет О Я Знаю Он Там Он Там То Не Должен Потеть Не Должен В нем Одежда Правильности Она Не Должна Быть Пропитана Этим Потом Этим Зловоним Этим Хривотом Этим Злом Этим Демоническим Не Может Или Ты Теряешь Правильность И Потеряешь Или Ты Водитель Правильности И Не Потеряешь И Не Зам Этим Избери Или Стой Священником Или Стой Сплетником Избирай Кто Ты Ты Знаешь У всех Кто Кто Живет Не Только Америки Украины Беларуси Молдавии Знать Кто Как Живет Но Не Знаешь Себя Где Ты Живешь Народ Избранный Род Избранный Взятый Удел Царственное Священство Вы Тошли Сми Чудный Свой Свет Божий Что Мы Должны Возвещать В Сми Чудный Свет Божий А Мич Что Если Мы Потеем Что Мы Возвещаем Помазав Ухом Для Того Что Мы Слышим Этот Человек Который Слышали Голос Божий Знаете Мне Очень Борг Нравится Это Местописание И я Б хотел Даже Вспомни Этот момент Когда Господь Катается Сердец Я Беру Новозавет Бог Говорит Безначна Деяния Апостола Когда Уже Бог Говорит Филипп Филипп И что Господь Говорит Пришел Ангел Господь Говорит Филипп Иди Куда На дорогу На пуста Там Никого Нет Я Другой Егал Иди Туда Давайте Разум Разум Он Показал Мне Себя Я Б Я Б Бог Сказал Но Филипп Знал Это Ухо Ами Такой Арц И Никогда Не Перепутает Что Это Бог Или Не Бог Ами Часто Слышим Бог Говорит Сколько Нам Бог Разговорил Открывал Через Сусуды Ами Как Вели Принимали Каялись А сколько Разми Поступали Так А Ну Говори Брат Ну Говори Сестра Не Наедай Говори Я Буду Жить Так Как Я Понимаю Как Я Хочу Это Ухо Не Ами Никогда Не По Назово Нет Он Вышел Нога На Дорогу И Бог Перед Трудел Что Это Ухо Слышит Голос Божий Анания Анания Что Иди В дом Там Есть Павел Тахсяни Он Теперь Молится Иди Соверши Молитву Иди Одного Слуха Что Дошло До Ушей Анания В Его Знаете Какого Я Спросил Что У тебя Было Внутри Ну Что Зазвенело Страх Я Знаю Как Он Вылучил Я Видел Как Получили По Его Команде Приказу Верующих Христиан Первых Избивали В тюрьме Туда Волохли Коми Волохли Эти По Его Приказ А он Стоял Радовался Что Он Так Уничтожает Еры И Тут Друг Иди Моли Его Бог Говорит Он Мой Он Теперь Молится Я Не Стал Советоваться Когда Дьявол Дал Звон Ушах Страх Я Сказал Господи То ты Иду Пойду Он Сказал Господи Я Знаю Его Что Он Такой Такой Я Сказал Бог Не Бойся Эти Помазанные Ухом А помазанный Парень Эти руки Простираются И он Возорил Эти руки Помитые Кровью Акция И что Глаза Открываются Исцеление Прозрение Эти руки Помазаны Кровью Акция Эти руки Слава Божия Сила Божия Благодать Божия А эти ноги Парень Промазан Иисуса Наверное Читайте Вы нам Найдете И когда Когда Только Ноги Священников Ступят В реку Воды Ирдана Вода Станет Стеной Сверх Удались Но В эти дни В Ирдане Вода Была Поднята Выше Как всегда В это Были Дни Жатвы И она Вышла Из берегов Вот тут Божий Промысел И Бог Показывает Для меня И для тебя Но Эти Ноги Эти Уши Священников Которые Помазаны Кровью Арца Эти Уши Которые Помазаны Эти Пальцы Эти Руки Были Помазаны Ноги И Боговое Значение Ног Блаженные Ноги Несущие Мир Благословяны Блажен И Вот Когда Только Эти Ноги Ступ Оставьте Там В этих Шатрах Раскинулись Жен Мужья Дети Семейство Тысячи Людей Тысячи Людей Потому Что Моисей Вывел Какую Толпу Трех Миллионов И только Мужчин Заметите А Иисус Навин А Иисус Навин Когда Он взял И Бог Указал Него За ним Не было Там Не думайте Что там Три тысячи Людей И вот Стоять А Бог Кажет Скажи Священникам Пусть Несут Ковчег Я немножко Возвращусь Еще назад К Левитам И говорит Моисей Взял Грудь Потрасение И Плечо Возношение И он Взял И потрясал Пред Богом Грудь Это и есть сердце Отдай Господу Ничего Отдай Вот она Отдай Плечо Это преобраз Что Сын Божий Отдал Жизнь за меня Ты сердце Отдай Ничего Внутренно Сердце Отдай Плечо Плечо Он Взял Тяжесть Грехом Мира На себя Нес крест На свои плечи Видите Еще там Левит И назначено Богом Было Показать Что придет Священник По чину Мелхисадек Царь Салима Сын Божий Который Положит На свои плечи Мой грех Его Неси Наши Небольшие Болезни Возьмет На себя Грудь И плеч Плечо Потрясал Потрясал Пред Богом И вот Когда Уже Бог Сегодня Показывает Как нам Эти Священники На плечах Несут Кончер Завета Это Бог Это в Израиле Бог Был так Это было так И вот И крыльях И любимом Они склонялись И охраняли И вот На плечах Несут Священники Его И вот А за этим Стоят Тысячи Шатрах Наблюдают На берегу Ертат Одни советуют И дьявол Подсказы Подожжите Мой день Мой Два Мой Неделю Пусть Вода Войдет Ниже Упадет В уровень Воды Но А я верю А я верю В это А я верю в это А я верю в это Я в капли верю Сердечно Я в таблетки верю Я в уколы верю Но в это нет Вот моя вера Вот как я верю Вот как я доверил тебе И как только они подошли И смотрят И вода вышла А день Смотрят на воду Да нет Они смотрят Выс А впереди Стоит Бог Авраама Исаака Иакова Он стоит И говорю Священники Ваши уши Помазаны Ваши руки Помазаны Ваши ноги Помазаны И эти плечи На плечах Снижить Чарльз Идите За этим словом Стою я Я впереди Команда Надо сверху Стоим Вода Сверху Донизу С той стеной Как только Ноги ступили Там люди Затаили дыхание Что будет Тонут Они не боялись Слов Они верно Ступали Амин Вот за этим Словом Стоит Бог Сыновья И дочеря Аминь Кровью Акция Народ Святый Люди Взятые В удел Они не слышно Говорит Мир Обстоятельства Новости А на них Это не действует Они знают Что сказал Бог Аминь 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 Примежается Ваше Избавление Аминь Аминь Веда Веда Большая Избернул Шумная Бурящая Не смотри На воду Утонет Смотри Кто идет По воде Аминь Который Утихни Умолкни Успокойся Он Он жив И он На этом месте Сегодня Слава Он здесь Слава На шкале Аминь 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 Утонет Смир Смер Утонет Утонс Ч & В Смер П П П П П Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 не возобьем, не вознесли голос моего, не даст услышать Иоанна умереться. Это говорится о том, до рождения Сына Божьего за сотни тысяч лет, мы сегодня слышим две тысячи лет, как уже был Христос, а это еще до рождения Сына Божьего, когда Бог через Исаии говорил за свои сотни лет, что будет, что на улице не услышит Его, и не возобьет, и не возвысит голоса Своего. Сегодня давайте рассудим это. Давайте я хочу вместе с Вами зайти в этот герселандский сад. Он там на рождении камня, он там с крышкой. Вот его капелька восстякающая лайн была. И он выпьет к отцу, это не просто была молитва Бог, это была борьба за меня и за Тебя. И Он сказал кое-чему, да будет воля Твоя, не как Я, а как Твоя. Обращалась Твоя и Моя судьба. То, что я читал Вам, что Господь сказал, чтобы взять Его Дея. Кого не решение было? Взять в Дея. У Дея. И воздействия не слышал никто, он его забьет, никто не слышал его голоса, чтобы он стонал крича воина. Представьте себе, к столбу привязан. Его хвистает. Иисус. Взмах бичая, который наконечник упивается при взлете и тонусе по свинцам, чтобы больше задеть, лучше зайти в тело. И рвут, скрывают, имеются тосы. Слово на тело на спине, на лице, спереди, сзади. Нет этого целого места. Слово на здесь, глаз. И, по-моему, этого еще на голове, но и ногу, но еще глубже по каждому удару, вязается от ключевого. Шипи. Единочий новый был сделан еще из серба. А бытовые шипи на себе имеют наконечников этих шипов. Когда он попадает в тело, они имеют, как они напоминают, и говорят, польза, яд. Он разжигал, разжигло. Вы знаете, когда такой один шип, когда попадет в тело человека, он разжигал, а там не один, он не разжигал. Но совсем веке он не перестал быть целым. Слава Богу! Слава Богу! Он не перестал быть целым царем, Господом Господь, имеющий державную силу и власть. Он Альфа и Омега! Аминь! Он пересвященник! Он Царь Салима! Аминь! Он тот пересвященник, который пришел не с кровью козову, и в сердце, но со своей кровью. Слава Богу! Слава Богу! И скурение Твое и Мое! Спасение Твое и Мое! Слава Богу! Он не стонал, он не кричал. Он тогда, когда положил руку, представьте, это тело все порвано. Я всегда об этом вспоминаю. Вы знаете, я не могу об этом молчать. Я не могу об этом молчать. Когда мы относимся так беспечно. Беспечие не говорит о том только, что мы живем беспечно. Беспечие в первую очередь говорит о том, что я беспечный по отношению к Сану Божьему. Ну и Христос, не Христос. Ну и Его, ну и Его. А то, что мы забываем, что мы ходим всегда при Неме. Ну вот, слава Богу. Сделал бы ли я, если бы из-за меня так стал Христос, как Моросе Павел? Говорил бы я так, а не, нет. При Неме. Или думал так? Конечно нет. Нет. А почему я так делаю? А почему я так поступаю? А почему я так делаю? Говорил бы. Говорил бы. Говорил бы. Как я мне достал свиньо. И как дорого Он искупил меня. Когда мы были рассуждать об этом, Голгофа. Это не просто слово Голгофа. Который я привыкли сегодня пить сам, Голгофа. Вот такую музыку, джазовую, роковую. Разве так это делает, Голгофа? Это страдание, это мучение, это скрупление. И вот тогда я видел, когда Он внес это на этом плече. Этот крест. Дорогие мои, это не фильм, это не картина, это реальность. Когда на это правое плечо был положен этот крест, и Он должен неси. Он падает. Господь говорит, помнишь ли вид? Он взял плечо. Вот и плечо. Ты говоришь Пасе, что тебе тяжело. Тебе очень тяжело. Тебе очень давит тело ножа. Господь, знаете, как мне сказал? Если ты не можешь неси креста своего, то ты не сможешь носить креста своего. Если ты не можешь неси креста своего, то ты не сможешь носить креста своего. Ты понимаешь, о чем это идет плечо? Ты говоришь, что тебе тяжело. Если ты видел, что под этим твоей печалью плечо сына положил. Ты мне говоришь, помнишь, как я шел? Помнишь, как держала? Вот это твоя тяжесть. Она уже там у меня. Я ее взял. Ты говоришь, что мне тяжело. Число потому, что ты не видишь меня. Ты думаешь, что только ты несешь. Если ты видишь того, кто рядом с тобой был, то это не было удобно. И когда были эти попитки и помощь, его агонии, страдания, когда подходили к нему эти люди, которые хотели ему облегчить страдания, во-первых, вот это жгло разжигало рамы, которые были перевязаны или очищены медицинскими аппаратами. Раз. И. Порванная одежда. Истекает кровью. Он падает. Падает на эту землю. Этот крест падает на его. Конечный крест падает еще на венок. Удар еще тяжелее. Ему хотели помочь. Простирающие руки идут, наблюдают эти сострадательные. И он говорит, это я. Это я. Я имел сухую руку. Ты снимай меня. Хочу дать тебе вот это. Вот так. Хоть охладить себя. Удар римским сапогом. Этот улетает в сторону. Женщина. Они очень мудрые. Они поняли, что мужчин не подпускают. Они взяли эту миссию на себя. Это я. Это я. Это я сестра Лазаря. Это я. Это я. Это я Мария, которая была одержима. Это я. Это я. Это я хочу помочь тебе. Это я, которая хоронила своего сына. И я не стану его хоронить. Но ты видишь, что воскресил я твоя мама. Я хочу дать тебе. Ну, увы. Как одно, второе, третье. Так же само в грудь удар. От полку. Нет. Нет. Этот кувшинчик с водой. Мама. Которая получила воскресшего сына. Он вылетел и брызг и разбился. Она смотрела. Но она была рада тому, что когда он разбился, разлетелся этот кувшинчик воды. Он холестнул. И на это лицо. Затекшее кровь. На эти глаза. Которые выжили кровь. Но там эта грубизна. Эта святость. Он не перестал быть Богом. Он посмотрел на нее и говорит. Помню. Помню. А лучше. Помню. Я рад, что ты помнишь и не забыла. Не так нужна эта вода. Но это, что вы помните. Что вы познали сущего. Что пришел не напрасно. А я. А я в своих отчаяниях. В своих проблемах. В своих нуждах. В своих слезах. В своих болях. В своих стонах. Я ничего не вижу. Я ничего не слышу. Кроме своего. Но я иду. Ты говоришь, что тяжело. Тебя очень тяжело. Тебя очень тяжело. Тебя очень избыли. Изранили. Тебя потоптали. Если ты видишь голубого фула. Если видишь распятие сына Божьего. То ты скажешь. Мне ничего еще не сделали. Ничего. Абсолютно ничего. Иисус сегодня здесь. Молодец. Наши. Аллилюля. Какова. Тебя. Тебя тоже сам. Вчера и сегодня. Тебя тоже не изменила. Он пришел чтобы сказать. Кто жаждет. Ильи ко мне и бей. Кто. Кто сегодня нуждается? Кто же нуждается сегодня в нём, в Сыне Божьем? Давайте зайдём в эту глухолку и посмотрим на него. Этого израненного, избитого лошадь. Он свободного. И знаете, когда он показал картину распятия, когда распинали этих разбойников, как они стонали, кричали, не давали своих рук, чтобы их привязали и прибыли. Только подошли к Сыну Божьему, а эти воины вооружили, что они знают точно, что он так же и так же будет кричать и не давали. Они только подошли, а это кровавое тело. Он смотрит на них, где глаза сияния славы Божьей. Кровь не мешает отображать славы Божьей. Ложится спокойно рука. Бей. Смотрит с удивлением. Не кричит, ложит. Герой, посмотрим. Ставится этот кованый римский нос. Удак молотка, прозви кровью обливают. Руку этого воина. Близь в глаза. Не стон. Мама. Мама. Пей. Мама. Мама. То же самое. Почему? Он сказал, да, вот и для этого я не так, как я хочу. Я не для себя, для тебя. А я, слава Господь, я не свой, я твой. Мы говорили ему, давали обет своей доброй, чистой совести, что мы не своими Господни, а меня не так сказали, не так посмотрели, не так подошел, брат, и меня же все. Крик, боль, стон. Почему? Почему, дорогие? Посмотри на голову. Научись там. Он мне сказал, там научись. Он мне показал, говорит, ты так хотел жажды, жажду того, чтобы быстрее свершился суд над теми, которые так не справились, поступили с тобой. Потому что тебе не было понято полностью, как будто. А я, любовь. Я еще даю и им шанс. И им шанс. Сознание. Ну и не всех, да никого. Но тебе не даю права просить по этой миссии. Я вас дам. Какого дела? Ты должен молиться и не думать об этом, и не говорить об этом, и не осуждать, и не поносить. Другие мои, не так легко. Но когда посмотришь на это, Господи, я еще ничего не принес, что принес? Что я? Ничего. Что ты принес? Что ты принес? Я. И когда Али и Ели, Иисус Завхве, благословил Трена Медвест, давай, ученикам сказал, примите, едите, это тело мое. Отчащий немного пал на лице своей, молился и говорил, очень много. Если возможно, да минует меня чаша эта. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Представь себя, свою жизнь, в воле Божьего. Да буди так, как ты хочешь. Веди так, как ты хочешь. А я хочу, в твоей воле, испугой и в царстве твоем. Приходит к ученикам, и находит их спящий, и говорит, что ты хочешь. Так, как они могли, в один час бодствовать со мною. Бодствуйте и молитесь, чтобы не упасть из души. Дух Бога, благословил. И еще, в следующий раз, молился, отче мой. Если не можешь, не может чаша эта, не давать меня, чтобы мне не пить ее, так будет, в воде, и я. Заметьте, это стиль. И еще под шестерем, молился, отче. И знаете, он мне сказал, Боже мой. Значиле слово, отче. Это его очень боялся сатана. Это очень не хотел сатана. Лучше бы он сказал, Боже. Бог Абраама, лучше так. Но он сказал, отче мой. Это значит, я осмеян, я продан. Меня ожидает поношение, насмешка. Но знает ад, знает дьявол, визу, который радуется сейчас, что уж получилось, удалось. Иуда согласился, продан. Все, сейчас будет конец. Но ты не перестал быть моим отцем. Я не перестал быть твоим сыном. И на Голгофском кресте он молится, отче мой. Ведь это мой, наш. что ты не перестал быть моим отцом или твоим сыном. Когда мы молимся и говорим, отче мой, отец мой, я твой сын, я твоя дочь. Если можешь, сделай. Если нет, да будет твоя воля. Я вспоминаю один момент, свидетельство такое, что одна душа заболела смертельно. И, знаете, когда эта сестра заболела, она знала, что смерть болезнь неизлечима. Она боролась за жизнь. Но когда однажды она сказала, смерть, приобретение, для меня это не было ясно. Ну, как открытие. Смерть. Я восрадовалась. Она идет в лучшую страну. Она сказала, Господи, ведь это же приобретение. Это блаженство. Отче мой, я принимаю. Я принимаю. Это благословение. Это не поражение. Нет. Это благословение. Переход. И Бог ее исцелил. И уже на сколько лет жила? Мне пять. Мне десять. что она сказала, как сын. Воля твоя. Это очень важно. А мы сейчас говорим, воля моя да будет. Вот моя. Как я хочу. Вот так я понимаю. Вот так, что Бог сделал. Вот и года не ждет. И когда они ели, Иисус взял хлеб, благословь его. Будем молиться. Я не говорю сегодня о том, что как он пришел, этот капреснок. Я не хочу забирать ваше время. Я хочу, чтобы вы сегодня не молились за то, и наши взоры были на Голгофе, где сын Бог отдал жизнь на меня. Это порванное тело. Он пришел и сегодня он говорит тебе и мне. Это я. Я твой отец. Я хочу благословить тебя. Отец, дорогой, благослови. Благослови, благослови. Это тело твое, ломимое твое, амии. Ты пришел на английскую землю, и обещевает и отбили, и отбили, и отбили. Но на высшем голосу никто не слышал. Ни вон, ни встона. Да, а то жизнь страшная моя и твое, амии. Ты не сегодня говоришь, что ты сегодня пришел дать жизнь. Жизнь, амии. Спасение. Алесуя, слава, благослови. Свою гороскопельную, отец, и отец, и отец, и отец. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хлеб это не вино, это тело Сына Божьего, это жизнь вечная, это реальность. Аминь. Холодь. Слава тебе. Это своя и моя жизнь. Халявусь. Ибо плоть моя истинная из пищи, и кровь моя истинная питья. Едущий мою плоть и пищу мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Пребывает во мне, и я в нем. Ибо я самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, который предан, был взял хлеб. И он благодарил, преломил и сказал, примите, едите, это есть тело мое заблужденное, это творите мое воспоминание. Даже и чашу после вечерии сказал, эта чаша есть новый завет. Моей крови, это творите, когда только будете пить мое воспоминание. И во всякий раз, когда вы губите, когда вы едите хлеб этот, и пите чашу эту, смерть Господню возвещаете. Духовая, он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб этот, и пить чашу Господню, не достойно, виновым будет против. Против, слушайте кого, против, тело и крови Господней. Оттого многие из вас немощны, больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, не были судимы, будучи судимы, наказываясь от Господа, чтобы не быть осужденным с миром. Я от самого Господа принято, что вам не дам. Дорогие, братья и сестры, сегодня приятные, ломи мое тело Сына Божьего. Участвовать в лобове, в членной церкви Господню, в мире с Богом, дружу вам. Достойно. Когда будете касаться, это тело, это жизнь вечная. Дьявол говорит, что, эй, это ты возьми этот хлеб, и воздержись недостойно. Нет, Сын Божий, я сегодня каялся, каялся, я беру в силу крови Альца, я обиду кровью в силу Божьего. А я хочу жизнь вечную, я хочу жизнь вечную. Я беру это тело, это жизнь моя, это жизнь моего дома, семьи, аминь. 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 И во всякий раз, когда видите хлеб, этот смерть Господню возвращайте, до коня он придет. Берите осторожно, поддерживайте, что не падали кровь, и это тело Сына Божьего. Аминь. Глаза и Господь. Слава. Также и чашу после вечера и добра. Эта чаша, она и завет моей крови, которая за вас поливает. Чаша благословения, которая благословена, не есть ли при общении крови к Христову. Хлеб, который мы преломняем, не есть ли при общении к телу Христову. Один из хлеба немного и одно тело, и во все посещаем все одного хлеба. Чаша благословения, которая благословена, не есть ли при общении крови к Христову. Когда он вел здесь, на этой земле, я говорю, когда истекала кровь, из рана его, она истекала за тебя и за меня. Ничто дьявол так не боится, как силы крови Акции. Я знаю, что сколько раз Господь показывал, он не боится какие-то люди авторитетные, знаменитые, титулы, почеток, слава. Он их не боится. Старджан их не боится. Он будет этой амитой кровью Акции. И у белого престола будет амитой кровью Акции. Эта кровь, которая истекала за тебя и за меня. Если ты сегодня имеешь какой-то недо в душе или тело, сегодня на сегодняшний день Иисус предлагает тебе жизнь, предлагает тебе исцеление, предлагает тебе благословение. Я вспоминаю одного брата, который узнал, что его дьявол насрад, и что лечению не подлежит. Он видел в снимке, он сроком было поражение желудка, и женщину не мог кушать. Знаете, что жена стала жить недолго. И однажды он пришел в служение, было вспоминание смерти Господня. И он сказал, Господи, это кровь Твоя. И в моих венах служение предпадет кровь Акция. Это на мой Бог, это на моя жизнь. И Он как узел этой крови Акция и закричал, Иисус, слава Тебе, я исцелен, я исцелен. С того времени прошло, наверное, около десяти лет. Я видел Его недавно, Он славит Господа. Он радуется, потому что в крови Акция. Догие мои сестры, Сын Божий пролил эту кровь за тебя и за меня, были исцекал этот кровь. Посмотри, эти войти у него очень трудно, болит, беспокоит. Посмотри, как исцелила кровь, пчела, зубки, села его. Он говорит, дочь у меня, сын мой, это Твоя благословение. Будем молиться, Отец мой. Субтитры создавал DimaTorzok Акция, Отец, 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 Отец. Аминь. 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 Существу Богу. Попланили Тебе, Отец и Дух Святой. Аминь. И во всякий раз, когда вы пьете чашечки и смерть Господня возвращаете, доколе он придет. Братья и сестры, будьте молитвом в состоянии. И я сегодня в этой молитве, как Христос не уходит до места и говорит, а ныне кто подойдет? Возьми глоток этой крови. В тебе в жизнь сойдет Сына Духа Святого. Этот нену вынесено. Там кровь отца. Я беру во имя Твое. Бери с веры во имя Господа Бога Слов. Не в раз придет тебе, Сын Божий. Бери глоток этой крови. Это твоя сила, твоя жизнь. Это жизнь вечная. Это спасение. И во всякий раз, когда вы пьете чашечки и смерть Господня возвращает, доколе он. Это кровь отца. Это жизнь, это сила. Это выйдет из села. Там кровь отца. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры сделал DimaTorzok